привет всем сегодня будет очень важное видео я вам расскажу как устроен рынок я вам расскажу основы скальпинга покажу почему цена идет в ту или иную сторону так что досмотрите обязательно это видео до конца будет очень интересно итак погнали смотрите у нас есть график евро австралиец свечи по 15 минут но это неважно что нам нужно сделать для начала для нашего анализа нам нужно выставить уровни поддержки и сопротивления вот видите отличный уровень поддержки также вот уровень сопротивления и вот здесь вот можно еще раз выставить уровень сопротивления итак на рынке у нас есть продавцы и покупатели вот допустим продавцы вот здесь они они нацелены на то что цена пойдет вниз и покупатели вот здесь например которые нацелены на то что цена пойдет вверх как вы думаете где спрятали свои стопы продавцы люди которые продают вот здесь за уровнем сопротивления что такое стоп лосс это линия ограничения то есть если цена продавца который нацелена то чтобы цена шла вниз подымется до вот этого вот уровня он зафиксирует убыток и не потеряет много денег потому что если бы цена пошла дальше вверх и он не поставил стоп лосс он потерял больше бы денег также и покупатели да у них стопы будут вот здесь у продавцов стопы выше максимумов у покупателей стопы ниже минимумов и так как движется цена цена сначала будет идти вверх-вниз вверх-вниз и цена обязательно должна выбить сначала она выбьет например максимум потом она дальше выбьет вот эти вот минимумы таким образом крупный инвестор сначала струбит продавцов потом он струбит покупателей и заберет себе больше денег давайте поподробнее рассмотрим эту ситуацию смотрите зеленая свеча красная зеленая свеча красная зеленая свеча красная отличный уровень сопротивления что будут делать люди произошел разворот показалось красная свеча то есть будут заходить продавцы на понижение и здесь крупный игрок струбит все их не стопы и цена пойдет вверх то есть произошел пробой вот такая вот ситуация дальше когда произошел пробой крупному игроку уже здесь вот в этих точках делать нечего И цена пойдет в другую сторону Вот так вот работает рынок Это основы, основы, народ Вы это обязаны знать Дальше, смотрите, что происходит Очень часто такая у нас ситуация Когда уровень сопротивления становится уровнем поддержки Вот здесь у нас идет боковичок Идет боковое движение Идет наш флэт, где мы торгуем И здесь люди Раз, два, три, четыре, четыре касания Заходят на повышение Что нужно сделать крупному игроку Ему нужно срубить вот этих вот людей Которые здесь повыставляли свои стопы Которые зашли на понижение Он сначала рубит вот этих вот людей Дальше цена доходит до определенного уровня Ему дальше здесь делать нечего Вроде бы график возвращается К нашему уровню поддержки Который был уровнем сопротивления Здесь зеленая свеча Еще одна зеленая свеча Это отличный сигнал на покупку Здесь люди заходят на покупку Выставляют свои стопы покупателей Вот здесь вот И крупный игрок их рубит И забирает себе прибыль Вот так вот устроен народ рынок Дальше цена возвращается к уровню поддержки Смотрите, здесь у нас фигура голова и плечи Вот уровень шеи Вот два плеча Вот голова Вот еще одно плечо Вот здесь вот покупатели Ставят стопы, набирают позиции И крупный игрок опять их здесь вот всех срезает И как вы могли заметить График опять возвращается К уровню поддержки Который уже становится уровнем сопротивления Смотрите, какая ситуация Вот 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 здесь вот люди набрали позицию Крупный игрок опять их всех срезает Также и здесь, смотрите График пробивает наш уровень сопротивления Который уже становится уровнем поддержки И здесь, так же как и в этой ситуации Цена продолжает идти в этом коридоре Игроки здесь набирают позицию И крупный игрок сначала срезает верхние стопы Потом видит, что здесь ему уже делать нечего И цена обязательно развернется И пойдет срезать вот эти вот нижние стопы Вот это вот и есть основы рынка Вы это, народ, обязательно должны знать Вы все это будете видеть на опыте Чем больше вы будете торговать Тем больше вы будете замечать вот такие вот ситуации По поводу вот этой вот ситуации Я для вас запишу отдельное видео Что вот происходит здесь вот в этой вот зоне Почему люди реагируют на рынок тем или иным образом Если хотите видеть подобные обучающие видео на моем канале Давайте соберем 2000 лайков А теперь очень важная часть Как же пользоваться всей этой информацией Смотрите Вот здесь вот Когда график подходит к нашему уровню сопротивления Что я буду делать? Конечно же я буду заходить на понижение Рисуется красная свеча Возможно я думаю, что график пойдет вниз Я так и буду думать Я захожу на понижение Но не тут-то было График идет на повышение И происходит пробой Я теряю свои деньги Я бы так поступил Но что мне это дает? Я увидел, что крупный игрок срезал вот эти вот все максимумы В этой позиции мне уже нужно дождаться Когда произойдет разворот Вот происходит разворот И здесь можно заходить на понижение В одном из своих видео Вот в этой вот точке я зашел на понижение Но коррекция продлилась Вот сюда И я потерял свои деньги Я потерял тогда 140 тысяч рублей Я думаю, вы помните это видео И вот здесь вот я уже понял Что график коснулся еще раз нашего уровня сопротивления И тогда точно уже произойдет движение цены вниз И тогда я был в плюсе Дальше Здесь какая ситуация? Здесь, в этих точках Вы смело можете заходить на повышение Потому что зачастую уровень сопротивления Становится уровнем поддержки Дальше Что еще вам дает эта вся информация? Вы уже будете знать Что если идет потом движение наверх Это движение только для того Чтобы выбить вот эти вот стопы И потом произойдет разворот Дальше Идет, например, разворот Доходит график до этой вот точки Как вы думаете? Куда я бы заходил? На повышение или на понижение? Я бы заходил на повышение Потому что я бы увидел вот эти вот две свечи Вот Я их увидел И я бы зашел в позицию на повышение И здесь Я бы потерял свои деньги Потому что график обрушился И произошел пробой Я бы подумал, что график коснется уровня поддержки И пойдет вверх Но не тут-то было Произошел пробой И график пошел вниз Это для меня знак Что уже здесь нужно заходить Только на понижение И здесь я увеличиваю ставку И захожу уже на понижение Итак, вы продолжаете торговать на понижение Когда вам нужно остановиться Тогда, когда вы будете уже приближаться К уровню поддержки Потому что тогда может произойти разворот Так и случилось Теперь, народ Еще очень важная информация Как узнать Сколько времени будет длиться скальпинг? Ответ Никак вы этого не узнаете В этой ситуации могло произойти все, что угодно График Мог от этой позиции Отскочить вот сюда Потом опять подняться Потом опять отскочить Или не отскочить Или пробить Или потом вот так вот пойти То есть вы этого никогда не узнаете Но когда происходит вот такой вот пробой Вы уже знаете, что крупный инвестор Пострезал стопы Мелких игроков И теперь вы уже будете входить в ситуацию по-другому Это большой плюс Так что вам нужно очень-очень много практики И очень много об этом всем читать Об этом всем узнавать Вам нужно много учиться Так что народ Обязательно подпишитесь на мой канал Вот сейчас вот зайдите И подпишитесь Потому что это огромная для меня мотивация Выпускать для вас новые видео Также подпишитесь в инстаграм В телеграм Все ссылки в описании Также нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать новые серии Поделитесь этим видео с друзьями Удачной торговли Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok